Пластика ей не к лицу, что она с собой сделала? Такие комментарии можно прочитать в социальных сетях под постами Надежды Бабкиной. Давно разменявшая восьмой десяток лет, народная артистка РСФСР до сих пор еще молодится, хотя ее внучка уже находится в подростковом периоде и в скором времени сделает свою прославленную бабушку прабабушкой. Но Надежда Бабкина не спешит на заслуженный отдых и каждый день радует миллионы поклонников своей энергии, неподражаемым голосом и невероятным талантом. Мы расскажем, почему в свои 70 лет с копеечкой любимица россиян, патриотка, казачка Надя никак не хочет стареть. Или из-за кого? Она родом из маленького поселка на юге нашей родины, из Петропавловки, что в Астраханской области. Отец – волжский казак, а мама была учительницей. Наша героиня с раннего детства пела и уже в 17 лет победила в своем первом всероссийском конкурсе, где ее заметили. С этого момента началась карьера будущей народной артистки. Наша героиня окончила Астраханское училище, затем знаменитую Гнесинку в столице России и еще будущей студенткой уже выступала с гастролями с начинающим ансамблем «Русская песня». Однако совершенно новый виток в жизни артистки начался тогда, когда она поступила на режиссерский факультет в ГИТИС. С этого момента все номера она ставила лично, продумывала и придумывала целую историю, увлекательный сюжет для каждой песни. Так мало-помалу Надежда Бабкина заняла свою нишу на российской эстраде и до сих пор ее никому не уступает. Более того, Надежда Григорьевна – ярая патриотка, она – доверенное лицо президента России и состоит в партии «Единая Россия». Однако, несмотря на такую насыщенную и продуктивную профессиональную жизнь, личная у нее не сложилась. Наша героиня всего один раз была замужем забрабанщиком вокально-инструментального ансамбля «Лейся песня». С Владимиром Заседателевым казачка Надя прожила 17 лет и вырастила своего единственного сына. Но в какой-то момент опора мужское плечо и любимый супруг не просто загулял, он ушел к другой. Этой разлучницей стала его коллега, бэк-вокалистка Альбина Левченко. А узнала наша героиня об этом совершенно случайно, когда собиралась на гастроли. Она заглянула в паспорт Заседателева и обнаружила там печать – Владимир тайно женился. А единственный сын даже недавно сменил свою фамилию, взяв знаменитую, популярную и прославленную фамилию матери. Он, его супруга и трое детей теперь Бабкин, а не Заседателевы. А объяснил он свое решение тем, что со стороны его отца больше не осталось родственников, да и папа уже умер. А вот с Евгением Гором у Надежды Бабкиной все неоднозначно. Общественность называет такие отношения с разницей в 30 лет – игрой в любовь. Они познакомились, когда молодому музыканту было только 23 года, а наша героиня уже отметила свое 53-летие. Их роман считали пиаром, а молодого мужчину – альфонсом. Из-за этого Евгений начал заниматься не творчеством, а бизнесом. Сейчас он продает свечи и парфюм и очень даже преуспевает в этой деятельности. Он полностью отказался от дуэтов со своей любимой женщиной, которому ему даже не сожительница. А все дело в том, что так называемые фактические супруги проживают в разных квартирах, точнее, даже в разных домах. Да и разница в возрасте влюбленных колоссальная – 30 лет. Немногие женщины далеко за 70 могут удовлетворить все потребности 40-летнего еще молодого мужчины. К тому же пресса недавно опять раздула целый скандал на пустом месте, и СМИ начали пестреть яркими заголовками о том, что Бабкина с Гором очередной раз расстались. Но на самом деле это не так. Они вместе проводят все праздники, дарят друг другу подарки, время и свое внимание. Они ближе, чем просто любовники, а они – родственные души, которым удобнее жить по отдельности. Так прокомментировала эту ситуацию Надежда Бабкина. А недавно на телевидении вернулась любимая миллионами передача «Модный приговор», но Бабкину не пригласили. Россияне далеко не в восторге от обновленного состава ведущих, да и от шоу в целом. Места Александра Васильева и Надежды Бабкиной заняли Лилия Рах и Александра Рогова. Однако в сети можно найти множество негативных отзывов о программе. Поклонники требуют вернуть на экраны яркую и энергичную Надежду Бабкину. Кроме того, возникли и претензии Кли Лилия Рах. Телезрители сомневаются в ее харизме и интересности, вместе с тем многие не понимают, зачем там вообще Александр Рогов. Он вызывает сомнения у публики и не производит яркого впечатления. Многие из высказавших свое мнение в сети требуют вернуть в эфир Надежду Бабкину, чтобы оживить и разнообразить передачу. Они считают, что именно она привносила неповторимую атмосферу. Множество комментаторов отмечают, что Бабкина отлично вела программу и создавала то тепло и доброту, которых сейчас совсем не хватает обновленному шоу. А на днях Надежда Бабкина не просто удивила, она шокировала общественность. Вы уже видели неожиданный и новый имидж известной певицы. Нет, вы многое потеряли. Внешность артистки давно приступивший 70-летний рубеж вызвала шквал негативных комментариев у ее поклонников. Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в социальных сетях видеоролик. Певица позирует в ярком, даже кислотно-желтом джемпере и малиновых брюках. Невероятно яркий макияж с акцентом на подведенные глаза и губы, а также прическа в виде мелких волн, создали непривычный образ для казачки Нади. Комментаторы не смогли остаться без внимания к этой перемене и охарактеризовали ее лицо, сравнив его с внешностью Джокера из голливудского блокбастера. Они высказали свое недовольство. Лучше стареть красиво, чем выглядеть вот так. Зачем так с собой? Вы не похожи на себя с трудом, возможно узнать. Многие пользователи социальных сетей предположили, что Надежда Бабкина увлекается пластической хирургией в поисках молодости. Они отметили, что ее лицо выглядит так, будто бы сделана не одна операция. Врачи в СМИ также высказались на эту тему, отметив, что Надежда Георгиевна перегибает палку с манипуляциями со своей внешностью. Лицо натянуло так, что глаз не видно. Что стало со скулами? Почему вы себя так перекачиваете? Лицо, как у Джокера, перетянуто, похоже на сфинкса? Важно отметить, что Надежда Бабкина всегда открыто признавалась в своей любви к косметологическим процедурам. Несколько лет назад она заявила о проведении круговой подтяжки лица, однако тогда результат операции ее поклонники раскритиковали. Надежда Бабкина – одна из немногих артисток, которые открыто говорят о своих улучшениях внешности. Конечно, каждый имеет право на выбор, но следует помнить, что естественная красота всегда в тренде. А что вы думаете о новом имидже Надежды Бабкиной? Для Гора она так молодится или у нее появился еще более молодой воздыхатель?